Это «Дайна Мак» – термоядерный реактор, который, по словам разработчиков, сможет в будущем производить огромное количество экологически чистой энергии. Причём она будет гораздо более дешёвой, чем любая из ныне существующих. Процесс термоядерного синтеза идёт в звёздах. Давление и температура в них настолько велики, что происходит слияние ядер лёгких элементов, таких как водород, и образуются ядра других, более тяжёлых. Процесс сопровождается в уделении большого количества энергии. Профессор Томас Джарбо из Вашингтонского университета уже 40 лет занимается созданием термоядерного реактора. «По существу, это бесконечный источник энергии, говорит физик. Это чистая энергия, не вредящая окружающей среде. Ни радиоактивных отходов, ни парниковых газов – это идеальный источник энергии». А это ИТОР – Международный экспериментальный термоядерный реактор, строящийся во Франции. Стоимость проекта оценивается примерно в 10 миллиардов евро. Здесь используется токамак – тороидальная камера с огромными магнитными катушками для удержания плазмы. В отличие от ИТОРа в разработке американских учёных, магнитное поле создаёт электрический ток, непосредственно проходящий через плазму. Так что катушки становятся ненужны. «Благодаря этому реактор будет намного дешевле, в нём меньше перегородок и не нужно изолировать катушки». Небольшой прототип «Дайна Мака» уже успешно прошёл первые испытания. Теперь учёным предстоит собрать полномасштабный реактор. Разработчики уверены, что благодаря дешёвому термоядерному синтезу человечество сможет позабыть про нефть и газ.